Минула неделя и Страбиев вновь программа «Преображение». Расскажем вам о том, что интересного произошло в жизни нашей епархии Старопольской Миномыской за минувшую неделю, а также о том, что предстоит. Песня «Преображение» 23 апреля в Краевом центре прошел юбилейный 10-й пасхальный хоровой собор, крупнейший фестиваль духовной музыки в Ставропольской и Невиномыской епархии. По уже сложившейся традиции дважды в год на Рождество Христово и на Пасху в Казанском кафедральном соборе собираются лучшие церковные и светские хоровые коллективы со всего Ставропольского края. Программа пасхального хорового собора традиционно основана на прославлении Господа Бога в богослужебных духовных песнопениях и произведениях классиков духовной музыки. Возглавил собор высокопреосвященнейший Кирилл, митрополит Ставропольский и Невиномысский. Свет из неба прав, свет из неба прав, и суши во крови, жива дорога. Началось мероприятие с пения тропаря праздника Пасхи, после чего правящий архиерей поздравил всех присутствующих с праздником Светлого Христового Воскресения и благословил участников фестиваля. Дорогие отцы, братья, сестры, Христос Воскресе! По истину Воскресе! По милости Божией мы продолжаем великий праздник Святой Пасхи, что может быть более сильным, мощным, даже страшным, и в недоведомом для человека, как победа над смертью. Это может быть только чудом. Это может совершиться только силой самого Бога. Правда, иногда Господь дарует такую благодать воскрешать святым, просвещенным, угодником Божиим. И вот Христос за Своё великое милосердие к людям и за завистью, и за дьявольской злобы был судим, расплеп. Три дня находился, как Он говорил, в недрах земли, и через три дня совершилось величайшее чудо воскресения. Потому-то Он и Бог, что только Он мог совершить это великое чудо. И сколько веков все православные христиане, верующие воскресшего Господа Иисуса Христа, прославляют Его воскрешение своими молитвами, великолепными храмами, многие из которых посвящены в честь воскресения Христова и иконами, и своими замечательными песнопениями. В этом году в Хоровом соборе приняли участие 13 хоровых коллективов, которые исполнили богослужебные песнопения и лучшие произведения классиков духовной музыки. Нас пригласили совершенно неожиданно на такое масштабное и грандиозное выступление, чему мы очень рады и даже не ожидали такого теплого приема. И дай Бог, чтобы в дальнейшем такой фестиваль только продолжался, расширялся и развивался. Для нас, певчих церковных хоров, и я думаю, и светских музыкальных учреждений, которые сегодня принимали участие, это большой праздник. Большой праздник музыки, церковной музыки. И большая возможность, мало того, что показать какие-то свои скромные успехи, но это в то же время опыт. Мы можем посмотреть, как исполняют те или иные песнопения другие коллективы, другие храмы. Регенты смотрят друг на друга, перенимают друг у друга все самое лучшее и полезное. Точно так же и певчие, слушая другие коллективы, вдохновляются. На дальнейшую работу появляется такое горение внутри. Хочется и это выучить, песнопение, и другое, которое они когда-либо здесь услышали, на этом фестивале. Хотелось бы выразить огромную благодарность Якову Высокопресвященству, митрополиту Кириллу, который сам зараженный вот этой любовью к церковному пению, он заразил всех нас и собрал нас уже в 10-й юбилейный раз. И все мы сегодня обратили внимание, как стало много участников, какое сегодня было богатое разнообразие репертуара. Это оставило неизгладимое впечатление для каждого присутствующего и для нас, певчих. Силу единения голосов и веры продемонстрировал сводный хор собора под регенством митрополита Кирилла, который исполнил произведение Дмитрия Бортнянского «Святись и святись и Новый Иерусалиме» и «Многолетие». В заключение глава Ставропольской митрополии поблагодарил всех участников пасхального хорового собора за праздник духовной музыки и вручил регендам хоров благодарственные письма и подарки. Действительно, состоялось уникальное событие. Это событие предваряет другое, не менее важное событие 180-летия нашей Ставропольской Кавказской епархии. И у нас действительно несколько очень важных юбилеев. Юбилей епархии. И к этому юбилею епархии подоспел юбилей 10-го пасхального хорового собора. Это событие, которое объединяет множество коллективов, творческих коллективов, хоровых коллективов, которые работают в академическом стиле или которые служат в храмах, в наших православных храмах. Для нас это очень важно, потому что это на сегодняшний день единственная площадка, где могут собраться творческие коллективы, исполняющие русскую духовную хоровую музыку. Единственная площадка. Таких площадок должно быть много. И таких событий должно быть много. Потому что хор объединяет множество очень разных непохожих друг на друга людей. Но объединяя, мы вместе можем творить новые смыслы. И в этом сила и значение любого хорового коллектива, любого хорового пения. А когда речь идет о русском хоровом пении, то это не может не вдохновлять любую русскую душу. Слава Богу, мы живем на русской земле. И значит, мы должны петь то, что отражает жизнь и бытие нашей души. Вот сегодня событие, которое аккумулирует силу русского духа, духовных традиций нашего народа. 20 апреля в четверг Светла Седмица митрополит Ставропольский и Невиномысский Кирилл совершил божественную литургию в храме Иверской иконы Божьей Матери села Грачевка. На территории храма владыку встречали благочины Грачевского округа и настоятель храма протерей Сергий Гринев, представители администрации Грачевского округа, воспитанники воскресной школы храма, казачества и многочисленные верующие. На малом входе архипастер вручил богослужебные награды клирикам епархии к празднику Святой Пасхи. После божественной литургии и пасхального окрестного хода владыку Кирилла поприветствовал настоятель Иверского храма протерей Сергий Гринев. Он поблагодарил правящего архиерея за архипастерский визит, внимание к приходу и совместную молитву. Представители власти также обратились со словами приветствия и благодарности главе Ставропольской митрополии. В завершении митрополит Кирилл обратился ко всем верующим с проповедью. Дорогой отец Сергий, огромное спасибо за подготовку к богослужению, за красиво украшенный храм по пасхальному, за ту большую деятельность не только, как бы, так сказать, в церкви, по богослужениям, как благочинного, но и большую деятельность, и взаимодействие с властями, и социальную огромную работу. Потому что вот я уже не первый раз вижу здесь представителей различных департаментов Грачевского округа, отделов, комитетов, комиссий. Вот. И уже общался не раз, и вижу, насколько вы совершаете много-много совместных мероприятий. Вот. Сегодня ты сказал мне о том, что на территории этой большой, во-первых, она ухоженная, мы проводим ярмарки, проводим какие-то фестивали, другие мероприятия. Слава Богу! И то, что сегодня, когда школа ремонтируется, вот, храм, помещение храма приютили, так сказать, ребят, школьников, ну, это замечательно. Это настолько должно быть уважение к церкви, в том числе вопросов безопасности и других вопросов, что сегодня ребята здесь обучаются. Это замечательный пример взаимодействия. Ну и, конечно, конечно, это работа в храме, это работа с детьми, это работа с людьми, чтобы храм наполнялся все больше и больше прихожанами. Также глава Ставропольской митрополии вручил памятные подарки прихожанам храма с ограниченными возможностями здоровья. Всем вам, дорогие братья и сестры, от всей души желаем помощи Божьей, радости, мира, богодати и благословения Господня на настоящей неделе. До новых встреч. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok